Разворотили и ушли. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители домов на улице Завадского. Этим летом между детским садом номер 66 и домом номер 11А жители видели рабочих и несколько экскаваторов. Для лета привычная картина. Ну, готовят город к зиме, думали люди. Покопают и все восстановят. А вот техника уехала, рабочие ушли, а грязь после себя оставили. Зеленая территория, где раньше можно было и с детьми погулять, и в бадминтон поиграть, теперь напоминает чуть ли не место боевых действий. Ну, нормально было здесь. Я говорю, зеленая такая лужайка была. Все тут было нормально. Сейчас все перекопали. Ну, конечно, оно зарастет, но вот это вот все там оставили, что надо убрать бы все это, разровнять как следует. Конечно, надо было все убрать, аккуратно все разложить. Да, конечно, засыпали, но тоже ходить не очень удобно. И грязь вот эта вот там не пройти. Вот там дети в школу будут ходить. Сейчас как они будут ходить, я не знаю. Обходить след только. Так будет ли решен вопрос с благоустройством? В ходе съемок к нам подошел мужчина. Он представился сотрудником детского сада. По его словам, копали здесь не потому, что готовят город к зиме, а потому, что до Нового года здесь появится новая постройка. Мужчина рассказал про это, что называется, не на камеру. И представляться отказался. Выносили свои коммуникации. С под будущего пятна застройки будет строиться корпус детского сада, ясельные группы. То есть к стройке они должны приступить где-то на будущей неделе, начать копать фундамент. Действительно ли здесь появится новый корпус детского сада? С этим вопросом мы обратились в городскую администрацию. Чиновники подтвердили эту информацию. Пресс-службе отметили, что новое здание будет рассчитано на 50 мест и в ближайшее время строители приступят к работе. Кстати, это место не единственное, где будут строить помещения для ясельных групп. Вообще планируется постройка четырех новых корпусов. Одни из этих яслей появятся на территории детского сада номер 66 по адресу Завадского, 13А. Это строительство будет не на придомовой территории, а на территории, где расположен уже сейчас детский сад. Получается, что в ближайшее время из окон этих домов откроется вид не на ямы и грязь, а на полноценную строительную площадку со всеми вытекающими неудобствами для местных жителей. Мы попросили поподробнее рассказать о предстоящей стройке. Представитель мэрии обещал это сделать позднее. Алексей Домнин, Олег Маньков, 6 канал.